Богатеть Бога Богатеть 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 Самую первую нашу программу о деньгах, которая так и называлась «Деньги», часть первая, я начал с того, что сказал, что не буду собирать, не буду просить пожертвования, не буду собирать пожертвования ни на служении «Каспарий Центр», где я работаю, ни на служении «Азис» телевидения. Почему я это сказал? Потому что есть, к сожалению, такой момент, что иногда сбор пожертвований превращается в побор. И это происходит под давлением, например, несколько недель тому назад мне рассказали, как это делалось в одной общине в России в 90-х годах. Члены церкви клали в корзину конверт с десятиной, который был подписан, то есть там на конверте была написана фамилия того, кто дает эту десятину. Если руководству общины казалось, что в этом конвертике денег маловато, то соответствующего члена церкви вызывали, лидера общины, и спрашивали, а почему так мало денег, почему такая маленькая десятина. И ладно бы только это. Но в начале 90-х годов в России, как и вообще, наверное, в бывшем Советском Союзе, была довольно трудная экономическая ситуация, были очереди, была нехватка продуктов. И в то время некоторые общины с запада, некоторые церкви помогали, присылали гуманитарную помощь в бывший Советский Союз. Так вот, то, что происходило в той общине, происходила такая вещь. Если ты давал десятину в конверте подписанного, которая руководству общины казалось маленькой, тебя могли лишить этой самой гуманитарной помощи, предназначавшейся тебе. Причем, неизвестно почему конверт был с маленькой суммой. Вполне возможно, что просто было мало доходов, и поэтому 10%, соответственно, тоже были очень небольшой суммой. Но так или иначе, происходили такие вещи, по крайней мере, вот в той конкретной общине, о которой мне рассказывали. И, конечно же, мы с вами понимаем, как это называется. Это называется давление, называется манипуляция, контроль. И так далее. И все эти вещи, разумеется, не от Духа Божьего. И, конечно, я привел сейчас пример очень грубого контроля. И есть множество более тонких уловок. Но в любом случае, если вы когда-то подвергались таким манипуляциям или таким уловкам, в связи со сбором пожертвований, я призываю вас помолиться об этом. Что я имею в виду? Объясню. Если, собиравши пожертвования, злоупотребляли своей позицией за кафедрой и вашим доверием, и вашей открытостью, то наша реакция на такие злоупотребления может быть разной. Одни люди не осознают, что ими просто пользуются. И поэтому, тем самым, они позволяют продолжать пользоваться собой. Дальше. Другие в какой-то момент осознают, что происходит, и ожесточаются внутренне. Их сердце закрывается, они озлобляются, они обижаются на тех, кто позволяет себе подобные вещи. Возможно, эти люди, которые осознали, что происходит, перестают поддаваться на такие уловки, но проблема в том, что их доверие к лидерам подорвано, а сердце их ожесточено. И если это вы, то я призываю вас прямо сейчас расстаться с этим ожесточением, которое, возможно, есть еще внутри вас. И простить тех, кто злоупотреблял вашим доверием и вашей открытостью. Носить в себе обиду, на мой взгляд, это непозволительная роскошь для верующего человека. Ишуа сказал, что если мы не простим наших должников, то Отец Небесный, сам Бог, не простит нам наших грехов. И это уже очень серьезно. Поэтому моя единственная настоятельная просьба к вам во всех этих программах простить ваших должников, если они у вас есть в отношении сбора пожертвований. То, о чем мы сейчас говорим. Если же вы сами собираете пожертвования, то есть два очень хороших примера, на которые можно опираться. Первый пример, который я хотел бы привести из Тары. В Порошат Трума, то есть в недельной главе, которая называется Трума. Трума – это пожертвование на иврите. Она начинается в 25-й главе книги «Исход». Там сам Бог говорит Моше Моисею. Во втором стихе такие слова. Мы прочитаем их по синодальному переводу. Книга «Исход», 25-я глава. «И сказал Господь Моисею, говоря». Второй стих. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие. Принимайте приношение мне». Это самое первое место в Таре, где Бог просит сделать ему приношение. И что мы здесь видим? Мы видим, что если в первом предложении, которое говорит Бог Моисею, он говорит «сделайте мне приношение», то уже сразу же во втором предложении он уточняет, от кого он будет принимать эти приношения. «Только о тех, у кого будет усердие». То есть, другими словами, у кого будет собственное желание. Иначе говоря, Богу не нужны пожертвования, полученные с помощью насилия в какой бы то ни было форме. Хоть грубой и очевидной, хоть тонкой и завуалированной. Второй пример того, как нужно призывать к пожертвованиям, которое я хочу привести, находится в Новом Завете. Во втором послании Коринфянам, 9 главе. Шауль, апостол Павел, пишет в стихе 7 так. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Перевод Кузнецовый более точен, и попрошу вас послушать его. «Пусть каждый даст, сколько ему подскажет сердце, но без уныния и без принуждения, ведь Бог любит дающего с весельем». Каким образом сам Павел собирал пожертвования в общинах? Мы узнаем об этом из первого послания Коринфяна. В главе 16 он просит Коринфян, коринфскую общину, собрать пожертвования для нуждающихся мессианских евреев Иерусалима. И в первых двух стихах он пишет так. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Мы видим здесь несколько важных вещей. Во-первых, Павел действовал так не только в Коринфе, но также и в общинах Галатии. Он сам об этом пишет, что он также постановил в церквах галатийских. Это означает, что такое отношение к сбору пожертвований было у него, по-видимому, всегда в его служении, не только в одном месте. Во-вторых, он в этом случае, по крайней мере, не собирает деньги сам лично, стоя перед общиной. Мы ведь прочитали с вами не его речь, которую он сказал на собрании общины, а письмо, которое он написал откуда-то. Находясь совершенно в другом месте, он пишет письмо в ту общину, в Коринф. И он подчеркивает в этом письме, что он не хочет делать сборов во время своего прихода. Почему? Потому что он хочет, чтобы те деньги, которые эта община соберет по его просьбе, были действительно собраны добровольно. Он хочет, чтобы люди чувствовали себя свободно, когда они дают. Другими словами, он не хочет, чтобы его присутствие личное хоть каким-то образом давило на них. Он говорит об этом во втором послании, той же самой общине, в главе девятой, в стихе пятом. Я почел за нужное, пишет он, упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. В переводе Кузнецова написано так. Я решил, что нужно просить братьев прийти к вам заранее и заранее подготовить обещанный вами дар. Тогда он будет действительно добровольным, а не добытым уловками. То есть Павел хочет, чтобы деньги, которые эти верующие дадут, были не побором, то есть никаким-то непосильным налогом, который они обязаны заплатить под страхом наказания или всмущения, ни в коем случае нет. То, что они положат в корзину или в коробочку, должно быть ими дано как благословение, он говорит. То есть с желанием, с любовью от всего сердца. И в первую очередь, как мы понимаем, его интересуют не деньги. В первую очередь его интересуют не деньги, которые он сможет собрать, а сердца тех людей, которые эти деньги дадут, их духовное состояние. Это не значит, что каждый, кто говорит о пожертвованиях на собрании общины, стоя перед общиной, оказывает на людей давление. Это совсем не то, что я хочу сказать. Конечно, можно стоять перед людьми и говорить о пожертвованиях, собирать пожертвования и совершенно не оказывать никакого давления. Однако, пример Павла показывает нам, что тот, кто просит общины о пожертвованиях, должен делать это, предоставляя людям полную свободу самим решать, сколько они дадут. Бог хочет, чтобы наши дары ему были, как написано в переводе Кузнецовой, добровольными, а не добытыми уловками. Почему? Это очень важный вопрос. Потому что ему важнее всего не сумма денег, а сердце, с которым эта сумма пожертвована. Чем это сердце движимо, когда рука опускается в корзину и кладет туда деньги? Свобода ли сердце в этот момент? Радостно ли оно? Уловки, манипуляции и прочие хитрости были, иначе бы Писание о них не говорило. И за две тысячи лет они, естественно, никуда не делись. Последний пример, дошедший до меня, очень грустный пример. Это осуждение пастора Йонгичо, корейского пастора мега-церкви в Сеуле, в Южной Корее, на три года тюрьмы за различные финансовые преступления. В том числе за принуждение членов церкви покупать акции компании его сына по завышенным ценам. Это отвратительно, это очень грустно, это порочит имя Господа. Мир слышит эти истории, такие как эта, показывает на нас пальцем и говорит, а чем они отличаются от нас? Что нам делать, когда мы сталкиваемся с подобной нечистотой? Когда на большом расстоянии от нас, например, на экране телевизора вы смотрите какую-то христианскую телепередачу на каком-то христианском канале и вдруг сталкиваетесь с какими-то манипуляциями, это возможно, это происходит, тогда все очень просто. Просто щелкаете пультом и помолитесь за этих махинаторов, чтобы Бог помиловал их, а также за людей, которые смотрят эту программу, чтобы они распознали обман и не поддались на него. Но что делать, когда кнопки нет, когда это близко к вам? Например, в вашем же собрании. Тут есть несколько моментов. Первый момент, на который я опять-таки хочу, простите, что повторяюсь, но он очень важный. Первый момент, на который я хочу обратить наше с вами внимание. В книге притч написано «Больше всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источники жизни». Нам нужно следить за собой, чтобы не начать судить, чтобы не начать осуждать, чтобы не начать обижаться на кого бы то ни было, за что бы то ни было. Нужно хранить в себе прощающее сердце, отношение прощения, настрой на прощение, готовность прощать. Это самое первое, самое важное, и я не боюсь повториться. Второе. Создайте дистанцию между собой и этим влиянием, которое, как вы чувствуете, не от Духа Божьего, между собой и различными уловками. Идя на любое собрание, где собираются пожертвования, вы можете заранее дома решить, хотите ли вы сегодня пожертвовать что-то или нет, и если хотите, то сколько вы хотите пожертвовать. Помолитесь об этом дома, где вам никто не мешает, и дальше идите на собрание с этим решением, и поступайте так, как вы решили. И не чувствуйте себя обязанным докладывать кому-то о ваших пожертвованиях, о том, сделали вы пожертвование или нет. И если вы положили что-то в корзину, то не чувствуйте себя обязанным докладывать о сумме тех денег, которую вы положили. Ведь вы делаете это для Бога и перед Богом, а не перед людьми и не для людей. Ишуа сказал, что нужно не трубить о своих пожертвованиях, а давать их в тайне, чтобы правая рука твоя не знала, что делает левая. Ваше пожертвование – это ваше личное дело между вами и Богом, и больше ничьё. И уж если кто и должен давать кому отчёт о деньгах, то, на мой взгляд, скорее те, кто просит их у вас, должны отчитываться вам об их использовании, а не наоборот. Это второе. И третье. Нужно ли пытаться изменить ситуацию к лучшему, когда вы сталкиваетесь с давлением, с манипуляцией, с ловками, с нечестностью? Я думаю, да, так как в Писании есть различные указания о том, как действовать, когда мы сталкиваемся с грехом в нашей среде. Однако, это отдельная большая и сложная тема, которую мы пока оставим. В следующей части программы «Богатеть в Бога» мы поговорим о ещё одном очень важном аспекте даяния, о законе сения и жатве. Оставайтесь с нами. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»